Сердечно приветствую, дорогая Церковь, братья и сестры, гости, которые посетили наш Дом молитвы. Благодарны за ваше участие. Братья и сестры, друзья, которые находятся с нами в прямом эфире. Братья и сестры, вы обратили внимание, Дух Святой сегодня обращал нас куда? К небу. К небу. Там ваше и мое место. Дорогие друзья, слушатели, если вы еще не решили вопрос вашего спасения, это очень важно. Вы знаете, когда мы читаем Слово Божие на страницах Нового Завета, мы встречаем три очень важных факта, три очень важных события, три очень важных истины. Первое. Иисус Христос пришел в этот мир, совершил искупление рода человеческого и был вознесен, и Одесную Отца находится. Вторая истина Нового Завета свидетельствует о том, Дух Святой после вознесения Иисуса Христа сошел на эту землю, создал Церковь, невесту Господа Иисуса Христа, которую Он готовит к восхищению на небо. Он ее подготавливает, хранит, наставляет, учит, оберегает. Это величайшая истина, которую провозглашает Новый Завет. И в-третьих, Писание учит и ясно говорит, что Иисус Христос, братья и сестры, что произойдет? Он вернется снова. Мы ожидаем Господа, ожидали ученики, ожидала Первая Церковь. Но вы знаете, когда мы говорим о возвращении нашего Господа, о событиях, связанных с Вторым предшествием Иисуса Христа на эту землю, в последнее время показывают, что существует очень много разных понятий, взглядов, убеждений, как в теологических кругах, так и в разных христианских динаминациях, нету единого мнения по этому вопросу. Особенно вопрос, который касается, застанет ли Церковь в период великой скорби, застанет ли Церковь Господа Иисуса Христа, которую мы сегодня говорим, рассуждаем. Сегодня была отображена мысль о праведности, которую Господь дает своим детям. Это очень важно. Вы знаете, мы живем во время технологий. Сегодня многие люди даже не посещают Церковь. Они находятся у себя дома, являются, так сказать, виртуальными членами или слушателями любой Церкви, которая не побывает. В одной, другой, третьей, сегодня огромный, мы видим, выбор проповедников, который провозглашает свои взгляды на Церковь, на события, эсхатологические события последнего времени и особенно период, который касается великой скорби. Друзья, что говорить? Я не говорю о всех динаминациях, даже среди евангельских христиан-баптистов. Нету единого согласия по этим вопросам. К сожалению, я подчеркиваю, к сожалению, образовалось, так сказать, три таких мнения, три позиции, три взгляда на роль Церкви, о том, что Церковь Господа Иисуса Христа будет восхищена до начала великой скорби. Церковь Иисуса Христа будет взята в средине великой скорби. И Церковь Иисуса Христа, есть мнение, пройдет великую скорбь, будет сохранена, и Господь ее восхитит в конце великой скорби. И, рассуждая сейчас вот эти дни, эти недели об этих событиях, об этом вопросе, честно говоря, сердце как-то наполняется болью. Болью от того, что к таком подходе рядовым верующим, просто христианам, знаете, вот такое меню подают. А вы как считаете? А вам как больше подходит? А вы какого проповедника предпочитаете слушать? Может быть так, а может быть так, а может быть так. Братья и сестры, вы уже определились? Я думаю, братья и сестры, неужели у Господа есть три истины? Неужели Господь, который послал своего святого Духа, который сказал, Он наставит вас на всякую истину? Он будет наставлять. Неужели для Господа тот, который возлюбил свою церковь, предал себя за нее, который возлюбил, любит, хранит ее, готовит ее? Братья и сестры, на небесах готовится величайшее событие – восхищение церкви, брак акца с невестой. Неужели Он в церкви своей, открывая важнейшие библейские истины о спасении, освящении, о природе Бога, о Духе Святом, о личности Иисуса Христа, которую мы проповедуем уже долгое время в нашей церкви, не открыл эту важную истину? Где будет церковь находиться? Это очень важный вопрос, братья и сестры. Бог не сказал день, Бог не сказал час. Так не написано, где, братья и сестры, Христос всегда подчеркивал – бодрствуйте, будьте готовы во всякое время, храните себя, ожидайте Господа. Но книги Ветхого Завета и Нового Завета дают и пророчества, они дают нам и книга Откровения, дают нам общую оценку и общее событие последнего времени. Я далек от того, чтобы претендовать на какое-то особое откровение или какую-то эксклюзивность в этом вопросе, просто понимая ответственность за себя и за служение, которое Господь поставил в этой церкви. И как апостол Павел говорит, «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей». И сегодня я хотел бы посвятить тему моей проповеди «Испытает ли церковь великую скорбь последних дней?» Прежде всего, братья и сестры, я думаю, очень важно иметь четкое представление об отличиях скорбей или скорби, потому что мы встречаем в Священном Писании очень часто слово «скорбь», правда? Скажите, Иисус Христос говорил о том, что в мире будете иметь что? Скорбь. Но что? Мужайтесь, я победил этот мир. Братья и сестры, Священное Писание очень ясно говорит о том, что Церковь Иисуса Христа, верующие, дети Божьи, будут испытывать и проходить различные скорби на этой земле. Многими скорбями надлежит войти во Царство Божие, Иисус Христос говорил. И мы смотрим историю его церкви. На протяжении всегда проходила церковь и будет проходить. Первая церковь, был очень короткий период вот этого покоя, когда церковь могла благовествовать, свидетельствовать, и сразу же начинаются гонения, страшные гонения. Период Средневековья, это был страшный период инквизиции, когда миллионы детей Божьих были казнены за истину Писания. Церковь сегодня преследуемая гонимом в мусульманских странах, с радикальным фундаментализмом, там, где особое есть гонение. Это будет постоянно происходить, друзья мои. Но есть особая скорбь, о которой говорил Иисус Христос. Помните, Евангелие от Матфея, 24 глава, 21 стих. Иисус Христос говорит, «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Подчеркиваю, друзья, обратите внимание, скорбь великая, какой не было. Христос говорит, «На земле еще такой скорби не было, ее не будет». То есть, подчеркиваю, особенно если мы смотрим 24 главу, в контексте вот этих всех событий мы понимаем, речь идет, и мы касались как-то несколько недель тому назад, о шесть моментах, когда Христос говорил о Своем приходе, о событиях, признаках пришествия. Мы упоминали вот некоторые моменты. Вот Христос подчеркивает, это будет особая скорбь. А пророк Даниил тоже говорит в 12 главе, 1 стихом. «И наступит время тяжкое», 12 глава, 1 стих. «И наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени». Я упускаю, чтобы сэкономить время, только вот этот момент. То есть, пророк Даниил тоже подчеркивает, вот будет такое время, когда еще не было, особое время, особый период. Это очень важно. Когда мы смотрим, немножечко набегая наперед, может быть, книгу Откровения, когда снимаются печати, первые, где Агнец сам снимает печати. Помните, после снятия шестой печати, книга Откровения, 6 глава, 16-17 стих, просто один момент, обратите внимание, хотя бы, чтобы почувствовали или увидели реальность природы вот этой великой скорби, о которой и Данил говорит, и Христос, что не было ее. Вот давайте мы немножко представим, увидим хотя бы этот фрагмент. «Люди говорят горам и камням, падите нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле от гнева Агнца». И 17 стих, «Ибо что? Пришел великий день гнева, и кто может устоять?» Представляете, люди обращаются, будут обращаться к горам, холмам, «Падите», потому что великий, понимают, откуда гнев пришел, понимают, что происходит, кто может устоять в великий день гнева. Братья и сестры, что такое великая скорбь? Это определенный период во времени. Священное Писание, мы будем сейчас об этом говорить и посмотрим в пророчествах, имеет четко определенное количество, установленное Богом лет. Говоря библейским языком, последняя седмина, которая состоит из семи лет. Исходя вот из Священного Писания, мы можем говорить, это с седмина семь лет делится на два периода, три с половиной года и три с половиной года. Два периода по 42 месяца, либо два периода по 1260 дней. Все вот эти и 42 месяца, и 1260 дней четко, ясно в Священном Писании указаны. Какие события будут происходить за эти семь лет? Братья и сестры, мы понимаем, что тот объем событий сжатых, страшных, катастрофических, потрясающих, которые даже трудно представить, что будет происходить, очень трудно уложить в наше время. Моя задача, моя цель сегодня не говорить о всех событиях, а мы сегодня говорим о роли Церкви в период великой скорби. Застанет ли она? Я бы попросил открыть один только слайд, только один слайд, если возможно. Давайте мы просто хотя бы вспомним или так немножечко восстановим, может быть, в памяти, кто читает, кто занимается этими вопросами. Можем себе представить, братья и сестры, семь лет, время быстро проходит, и в период семи лет, вот все, что будет происходить на земле в период семи лет, события представлены кратко на этом слайде. Сразу хочу обратить внимание, друзья мои, о появлении особой личности, страшной личности. Библия называет его человек греха. Можно назвать его сверхчеловеком. Антихрист, тот, который придет на эту землю, обольстит, обманет, станет властителем, абсолютным господин властителем всего мира. Обольстит Израиль, заключит договор, и дальнейшая-дальнейшая его роль, связанная с ним, прослеживается и в книге Даниила, и в книге Откровения. Вот поэтому он находится как бы на первом плане, потому что с появлением его. Друзья мои, обратите внимание, очень важно, хочу обратить внимание на верхнюю часть. Видите, книга Откровения, шестая глава. Видите, да, это печать образно. И обратите внимание, Евангелие от Матфея, 24 глава. Вот если мы говорим о начале, я еще раз напомню, мы несколько недель тому назад мы говорили о признаках, шести признаках последнего времени, о котором Христос говорил, да? И вот мы четко видим в Священном Писании, братья и сестры, вот начало этого периода Великой Скорби, они между собой очень связаны. Священное Писание настолько оно дополняет друг друга. Невозможно заблудиться, невозможно неправильно толковать, когда мы видим, сопоставляем, берем тексты Священного Писания. Книга Даниила очень важна. Книга Откровения, Евангелие от Матфея. И когда мы составляем эти события, друзья, мы тогда видим полную, ясную, понятную картину. Еще раз подчеркиваю, у нас нет возможности сегодня проходить, но вот обратите внимание, то есть и книга Откровения, и слова Господа Иисуса Христа, посмотрите дома, они четко показывают, дополняют друг другу, там нету никаких противоречий, друзья мои. Еще раз подчеркиваю, что Великая Скорбь или события делятся вот на две таких, на два периода, на три с половиной года и на три с половиной года. В первой части я говорю те вещи, которые мы слышали и, в общем-то, знаем, друзья мои. И цель наша сегодня – не разбирать каждое событие. Я благодарен братьям, которые сделали это достаточно хорошо, убедительно и библейски обоснованно. И сегодня это есть сегодня информация, друзья. Поскольку мы говорим о нашей поместной церкви, так хотелось, чтобы в нашей поместной церкви была ясность, было понимание, было единство и согласие. Друзья мои, половина вот этих всех событий приходит на три с половиной года, да? И там, где, когда Христос говорил о ложном мире, который Антихрист принесет, так называемый, где апостол Павел говорил в послании в Слоникистам, когда будет говорить мир и что, и безопасность внезапно постигнет пагуба. Начинаются эти войны, не просто локальные войны, друзья, не только слухи, но страшные мировые войны, в которых участвует вся Земля, весь этот мир. Приходит голод, приходят болезни, страшные эпидемии, этот мор, как говорит Священное Писание, друзья. Я просто напоминаю, что какие события будут происходить за эти семь лет. Мы видим не только шесть печатей, но мы видим семь трупов, мы видим семь судов, семь судов чаш, которые изливаются, друзья мои. И когда мы смотрим на вот эти все события, включительно по девятнадцатую главу книги Откровения, по девятнадцатую главу книги Откровения, друзья, это страшные, это потрясающие, это катастрофы, что происходит на земле, когда Писание говорит, что одна четвертая часть людей будет уничтожена, будет умерщвлена. Спасибо. Достаточно можно закрыть этот слайд, чтобы он не отвлекал нас, друзья. Друзья мои, очень важно понять, когда мы говорим о цели великой скорби. Какая цель, Господи, почему Ты допустишь, чтобы на земле происходили семь лет войны, болезни, ужасы, дашь, позволишь, дашь власть антихристу, творить страшные зверства. Когда начнутся суды Твои, какая цель? Что за этим стоит? Ведь Бог, которому мы сегодня говорим, мы живем время благодати, милости, спасения. И вдруг что-то произойдет, катастрофические изменения начнутся. Друзья мои, если мы не поймем, мы не сможем понять текстов Писания, хоть книги Даниила, хоть книги Откровения, друзья, если мы не поймем роли израильского народа. Для того, чтобы привести этот народ снова к Богу, который находится сегодня в отпадении, в отступлении, Богу необходимы эти события, это время. Для того, чтобы восстановить, для того, чтобы простить, для того, чтобы узрели того, кого пронзили, для того, чтобы снова обетования данные Давиду были выполнены. Это первое, прежде всего, друзья. Второе, время благодати заканчивается. И Писание ясно говорит, что Бог, природа Бога, Он не только есть любовь, благодать, прощение, милосердие, а Бог, Он судья. И Его гнев, Его ярость придет на эту землю для тех, которые отвергли и отвергают Божью благодать и Божье спасение. Небольшой фрагмент только книги пророка Захарии, 13 глава, 8-9 стих. Обратите внимание, об этих событиях говорится об израильском народе. И Захария говорит, что и будет на всей земле, речь идет о израильском народе, израильском народе и той земле, где будут происходить эти все события. Две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И 9 стих. И веду, обратите внимание, что произойдет с этой третьей частью. И веду эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое. Я услышу их и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь, Бог мой. Я не думаю, братья и сестры, что здесь нужно какие-то больше убедительных стихов, доказательств о том, что Господь говорит о своем народе и о том, что этот народ пройдет через эти скорби. Для чего? Они скажут, Господь, Бог мой. А я скажу, это мой народ. Для понимания событий великой скорби и роли, братья и сестры, как мы сказали, где будет церковь в это время, очень важно понять и использовать для понимания еще одну книгу. Это книга Даниила. Если мы откроем книгу Даниила, девятую главу, мы не будем ее читать, я только дам краткую информацию, книга Даниила, девятая глава. Она начинается теми, что Даниил, находясь в плену, он исчислил из книг пророка Иеремии о том, что заканчивается для народа израильского сколько лет пленения? 70 лет пленения народа израильского. И вот реакция Даниила, он плачет, он постится, он сокрушается, он кается о себе, о народе, о грехах народа своего, он обращается к Богу. И Господь услышал молитву Даниила, там происходят очень интересные события. Эти события переносят нас в 538 год Рождества Христова, о котором мы сейчас говорим, и Господь слышит его молитву и посылает ангела Гавриила. Помните, да? Ангел Гавриил приходит к нему и говорит, что молитва твоя услышана, моления пришли, и я послан, чтобы тебе открыть. 23 стих 9 главы, давайте прочитаем. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение. Друзья мои, вот что это за послания, которые Гавриил сообщает Даниилу? А теперь давайте мы внимательно будем смотреть тексты Священного Писания дальше, начиная с 24 стиха. «Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие». Самый простой вопрос, братья и сестры, для кого определены семьдесят седьмин? Для какого народа? Для твоего народа, израильского народа. Друзья мои, я еще раз подчеркиваю, если не мы поймем роль израильского народа и роль церкви, друзья, происходит вот эта путаница. Когда я слушаю иногда некоторых проповедников, которые по пятнадцать лет изучают книгу «Откотровение» и берут, помещают церковь не туда, где ее поместил Бог и называют, говорят, «Это церковь». Я просто удивляюсь. Это же просто. Внимательно, каждый стишок надо обращать внимание. И обратите внимание, Гаврил говорит о шести событиях, шести важных моментах, которые определены для народа израильского. Посмотрим, давайте. Чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония. И чтобы приведена была правда вечная. И запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Братья и сестры, события, о которых сказал ангел Гаврил, они укладываются в семьдесят седьмин. Как мы уже сказали, это простая истина. Одна седьмина состоит из семи лет. Семьдесят седьмин соответствует, соответственно, четыреста девяносто годам, в которые произойдет то, что Господь определил для израильского народа и для города Иерусалима. Обратите внимание, шесть моментов, говорит, шесть событий. Первых три, о которых мы прочитали, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и третье, заглажены беззакония. Обратите внимание, речь идет о состоянии народа, о его грехах, и для того, чтобы этот вопрос был решен, он был решен посредством искупительной жертвы Иисуса Христа, который Господь, придя на эту землю, совершил за весь мир и, конечно же, для народа израильского. Другие три события, о котором записано в этом 24 стихе, чтобы приведена была правда вечная, утвердить, утверждена должна быть праведность. Второе, запечатаны были видения и пророк, запечатаны, то есть исполнились пророчества, о Христе, о событиях, и третье, и помазан был святой святых. Эти события, они совершатся во втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И это связано, братья сестры, исключительно с народом израильским. 25 стих, друзья, обратите внимание, очень важен, 25 стих. 25 стих. Итак, знай и разумей, с этого времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Обратите внимание, даже Священное Писание указывает о начале семидесятой седьмины. На что указание? Указ должен выйти. Выйдет должен указ, знай и разумеешь, что как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Их было четыре, братья сестры. И вот это последний указ, данный Артаксерсом в 444 году до Рождества Христова. Последний указ дает Артаксерс кому, братья проповедники? Неемии. Помните? И он возвращается, будут отстроены улицы, стены, но в трудные времена. Далее он говорит еще, а 67 седьмин проходят, и потом снова отсчет, не продолжение, а снова отсчет. 62 седьмины тоже проходят, что происходит в этот период. Второй отрезок времени, 62 седьмины, завершается торжественным входом Иисуса Христа в Иерусалим. Народ израильский отвергает Господа. Христос умирает на Голгофском кресте. Но перед этим, помните слова Иисуса Христа о Иерусалиме. Давайте мы вспомним Матфея, 23 глава, 39 стих, 38 стих, да, сначала. Он говорит, Иерусалим, Иерусалим, все оставляю вам, дом ваш пуст. Я просто только эту часть беру. Потом 38, 39 стих. Ибо сказываю вам, что не увидите меня отныне, доколе не воскликните. Благословен гряды во имя Господне. Это очень важный стих, друзья. О чем он говорит? О том, что Христос, он не оставляет навсегда свой народ израильский, правда? Оставляет дом ваш пуст. Но Христос дает обещание, есть надежда. Вы не увидите меня, доколе не воскликните. Говорит, наступит момент, и вы воскликните. Благословен гряды во имя Господня. Есть надежда. Это очень важно понять. А пока происходит отвержение царя, происходит смерть Господа Иисуса Христа. И об этом тоже Данил говорит. И он говорит, что предан будет смерти Христос и не будет. Возникает вопрос, не будет чего? Здесь есть небольшая трудность. Другие переводы, в других языках немножко дают нам немножко ответ. Не будет царства, о котором было обещано Давиду, его народа. Христос предан и он не получил царства, он не взошел царства. Не будет царства, которое было обещано. Это произойдет в будущем. Помните, Иисус Христос говорит в другом месте, сколько раз я хотел вас собрать, как птица собирает птенцов, и вы не захотели. Евангелист Лука тоже касается вот этого момента, трагического события для израильского народа. Все было бы, наверное, по-другому, мы так говорим по-человечески, если бы приняли, если бы не отвергли, если бы не распяли. Лука 19, глава 43, стих, обратите внимание, он говорит так, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и разрушат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Братья и сестры, не об этом религия говорит Даниил, 20 стих, и по стечении 62-х седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. Пришел император Тит, и разрушил, и конец его будет как над наводнением, и до конца войны будет опустошение. Итак, 70 седьмин можно разделить на три периода. Семь седьмин, мы говорили, да, от начала указа, так, сергса, потом мы встречаем 62 седьмины, в общей сложности 69, и остается еще, какая, братья и сестры, сколько? одна седьмина. Она уже началась, я слышал даже недавно, один, трудно назвать, проповедник, говорит, уже закончилась. Скорь прошла, и мы уже ожидаем царства. Но царства не простого, а царства благополучия. Вы знаете, друзья, когда мы действительно смотрим историю христианства, тогда, когда дети Божьи, когда христиане переживали страшные конения и скорби, друзья мои, когда их бросали на арены диким зверям, когда распинали, когда сжигали на кострах, и когда появлялись лидеры или люди особой жестокостью, предводители, которые императоры или другие, согласитесь, дети Божьи по своей искренности говорили, это великая, наверное, скорбь. А этот человек, наверное, есть этот Антихрист, Нерон, Гитлер, другие. Личности, которые были, люди действительно предполагали, говорили, это, наверное, действительно уже великая скорбь. Но Священное Писание говорит, братья и сестры, что последняя седьмина все еще остается в будущем. И она еще не началась. Интересный текст Писания. Помните, Евангелие от Матфея, 24 глава, когда Христос говорит о признаках, о событиях, а мы видим все-таки в Писании, что это начало, первая часть великой скорби, поскольку она состоит из двух частей, то Христос, мы остановились, когда мы рассуждали с вами, мы остановились на 14 стихе, о том, что проповедан будет Евангелие Царствия. Хочу подчеркнуть внимание, друзья, что проповедан будет не Евангелие Благодати Божией, о которой проповедовал Павел, а Евангелие Царствия. Это несколько другая, истинно, немножко другая сторона. во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И 15 стих, обратите внимание, «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Данила, стоящего на святом месте, читающий, да разумеет». И тогда ее целый перечень, что Христос говорит людям, иудеям, что должно происходить. Он дает им совет, оказывает помощь. Говорит, «Тогда, находящиеся в иудее, бегите в горы. Кто на кровле, то да не сходит взять что-нибудь из дома своего. Кто на поле, да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающимся сами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне». И не будет. Обратите внимание, и об этом говорит тоже Даниил, когда мы смотрим 27 стих книги пророка Даниила, этой главы. Он тоже говорит, «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, это Христос, говорит, да, читающий да разумеет». И Даниил тоже об этом событии говорит, предупреждает. Друзья мои, интересное, какое сходство, какое дополнение, какая важная истина. Когда мы смотрим на Ветхий Завет, на пророчество Ветхого Завета, мы должны понимать, друзья, что существует одна очень важная истина, которую никогда, иногда мы ее не замечаем. Когда пророки Ветхого Завета проповедовали о событиях последнего времени и о периоде великой скорби, им была сокрыта истина о церкви. Они не видели периода церкви. Знаете, когда принято так вот как-то утверждать или аналогию проводить, когда иногда мы люди по-человечески смотрим на вершины гор, две горы, то мы просто видим только вершины горы, не обращая внимания, что там есть эта долина. Вот точно так же происходит и с событиями, о которых мы сегодня говорим. Если на примере немножко посмотреть несколько таких вот примеров, книга пророка Исаия, известная глава, мы проповедуем ее на Рождество. Девятая глава, шестой, седьмой стих. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий отец вечности, князь мира. И обратите внимание, седьмой стих. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Чтобы ему и твердить его, и укрепить его судом и правдой отныне до века, ревность Господа Саваофаса делает это. Стих за стихом. Мы проповедуем на шестой стих, на Рождество. Это событие произошло. Братья и сестры, вторая часть этого стиха, седьмой, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Еще не произошло. Это событие будущего. Это событие, то, о чем мы говорим, после завершения событий великой скорби. Это то, что Бог обещал народу Своему израильскому в лице Давида. Интересно обратить внимание еще на несколько текстов. То же самое книга пророка Захарии, восьмая глава, девятый и десятый стих. Мы тоже читаем эти тексты на вход Иисуса Христа в Иерусалим. «Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй черь Иерусалима, все царь твой грядет с тобой праведный и спасающий кроткий сидящий на ослице и на молодом ослице сыне подъяремной». Знакомый текст, знакомый текст. Обратите внимание, десятый. «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Стих за стихом. Пророк, будучи вдохновлен Духом Святым, он записывал эти тексты, эти события, но между ними есть вот эта пауза, есть вот эта остановка, есть особое время, есть особый период для Бога. Еще один текст, это сам Господь Иисус Христос, помните, приходит с Азарета в синагогу, подают ему книгу пророка Исаии, он открывает книгу пророка Исаии и читает Луки 4 глава 18 стих. Помните, «Дух Господний на мне, ибо Он послал меня проповедовать и читает целый-целый перечень служения Господа Иисуса Христа». Обратите внимание, там есть такие слова, сокращаю, проповедовать лето Господне благоприятное. И обратите внимание, 20 стих, как что делает Христос? Закрыв книгу и отдал служителю сел. Очень интересное место. Закончил Христос цитировать текст пророка Исаии. Обратите внимание, на средине стиха проповедовать лето Господне благоприятное и остановился Христос. А давайте посмотрим, как, чем заканчивается этот стих. Исаия говорит, 61 глава, 2 стих. «Проповедовать лето Господне благоприятное». Если можно, Исаию откройте, пожалуйста, чтобы был увиден. 61 глава, 2 стих. «Проповедовать лето Господне благоприятное» и что? И мщение Бога нашего. А Христос не пришел тогда в свое первое пришествие мстить. Христос пришел проповедовать лето Господне благоприятное. Обратите внимание в поведение Христа. Остановился, закрыл книгу, не пришло время. Возникает вопрос, почему не пришло время? Какие были особые причины у Бога? И перед нами, братья сестра, открывается величественная картина. Это период особый. Давайте мы откроем и прочитаем один текст очень важный. Послание Римлянам, 11 глава, 25-26 стих. Я прошу, время наше заканчивается, но позвольте немножко взять времени. Римлянам, 11 глава, 25-26 стих. «Ибо не хочу оставить вас в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». Итак, весь Израиль спасется, как написано, «Придет от Сиона избавитель и отвратит нечесть от Якова». Братья и сестры, смотрите, какая картина. Проходит 69 седьмин, все события. Пророки пророчествуют об Иисусе Христе, его рождении, о страдании, пришествии, его царствии, и все это идет одним текстом. Но когда мы вникаем в текст Писания, мы видим, что это было. Это была тайна. Тайна, сокрытая от веков и родов. Павел говорит, ныне открыта. Тайна, которую не могли понимать. И эта тайна, братья и сестры, является его церковь, которая на этой земле. И Господь ее сохраняет, Господь ее готовит к восхищению, чтобы встретиться своей возлюбленной церковью. Друзья мои, когда мы смотрим немножечко на события, вот свидетельства Иисуса Христа, то возникает вопрос, почему мы смеем утверждать, что Евангелие от Матфея, 24 глава, вот с этих стихов, которые мы говорили, начиная с 4-го, 5-го стиха, это является началом великой скорби, это не касается церкви. И я утверждаю, что это касается израильского народа. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, братья и сестры, когда открыта истина от церкви, провозглашена в полноте своей, Евангелие от Матфея, он только сказал, я создам церковь. Правда? А когда Христос умер, воскрес и вознесен, и Дух Святой пришел на эту землю, и создалась невеста, создалась церковь его. И истину, драгоценную истину от церкви открыта апостолами, посланиями. Вот где мы видим. Ученики бы не понимали. Мы не видим, чтобы здесь говориться. Еще нету Христа, нету страданий, нету воскресений, нету Дух Святой не пришел на эту землю. Это очень важно. Точно так же, когда мы смотрим и книгу Откровения, книгу Откровения задают вопрос, а где в книге Откровения есть ли упоминание о восхищении церкви? Важный вопрос. Где есть упоминание в книге Откровения, которые говорят о последних событиях, о великой скорби, где есть упоминание, что церковь восхищена? Братья и сестры, это важно понять, что книга по характеру, книга Откровения, это книга суда. В этой книге даже церковь, которая представлена в образе семи церквей, 2-я, 3-я глава, даже церковь, которая представлена как ответственного свидетеля на этой земле, подтвержена чему? Знаю твои дела. В каждой церкви, в каждой церкви, обратите внимание, когда Иоанн увидел в книге Откровения Иисуса Христа, это не был тот Иисус, с которым он общался при жизни и возлежал на груди, то пал, как мертвый, потому что увидел ходящего среди семи светильников, очи которого как пламень огненный, тот, который судит и дает оценку. И 2-я и 3-я главы мы смотрим, дается оценка исторической церкви, начиная от Ефесской церкви, заканчивая Ладикистской церкви, весь период. Поэтому там цель другая была, друзья. Восхищение церкви как бы не согласовывается с характером написания книги Откровения. О восхищении церкви, братья и сестры, написано в посланиях апостола Павла, ясно, убедительно. Второе послание Коринфянам, послание Фессалоникийцам, где есть четко, ясно, и нигде мы не видим, что были какие-то события, еще что-то. Все говорит о внезапности, все говорится о том, что придет это быстро. Это очень важно. Когда мы смотрим в книгу Откровения, братья и сестры, как я уже сказал, 2-я и 3-я глава говорятся о послании церквям. А затем, когда мы читаем 6-ю главу, где Агнец, который приходит и снимает одну за одной печатью и начинает на земле разворачиваться вот эти все события, все катастрофы, возникает вопрос, а где церковь? А где церковь? Мы ее встречаем, знаете где? В 19-й главе. При каких обстоятельствах? При тех обстоятельствах, о которых сегодня сестра читала гимн, читала стихотворение. Обратите внимание на эти стихи. Мы нигде не встречаем в книге Откровения после этих глав. Обратите внимание на 19-ю главу. «И услышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод ноги, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь, Бог Сидержитель, возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак акца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. А теперь обратите чуть ниже. 11-й стих. «И увидел я отверстое неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный истинный, который правильно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные во что? В весон белый и чистый, который что есть? Праведность святых». Братья и сестры, у меня возникает вопрос, скажите, ангелов облекают праведность? Нет. Братья и сестры, вот где находится, появляется церковь. А начиная с этого времени, мы сказали, что глава церкви нету на земле. Церковь находится на небесах. Церковь забрана. Церковь похищена. Церковь вырвана перед самыми событиями, друзья мои. И мы видим вот это прообразы в Священном Писании, когда Господь заботится о своих детях. Почему мы так утверждаем, друзья? Вы можете иметь, может быть, свое понимание, друзья мои. Это исходит из самой природы отношений Иисуса Христа и Его Церкви. Нельзя смешивать церковь и израильский народ ни в коем случае. Церковь – это особое. Это Его невеста. Это Его жена. Это та, которая будет с Ним царствовать на престоле, друзья мои. И когда мы видим в Священном Писании вот эти прообразы, когда Господь забирает Ноя, Его семью, когда Господь забирает спасает его лота, праведного лота, утомленного, да, он был слаб, немощный, но он был праведный, забирает с этой земли, друзья мои. Это тот прообраз, что Господь не позволит и не оставит детей моих. Друзья, почему мы утверждаем, кто-то подумает, может, мы делаем какой-то легкий, такой, знаете, путь для верующих людей. Ну что ж, так хорошо жить, что переживать, друзья мои. Мы говорим к детям Божьим, возрожденным, те, которые любят и ожидают Господа, те, которые томятся на этой земле и ожидают своего Спасителя. Друзья, мы верим, когда придет восхищение церкви, не знаем. Нужно быть готовым во всякое время, в любое время. Но в Священном Писании, в последние стихи будем молиться, апостол Павел говорит так, в своем первом послании Фессалоникийцам, пятая глава. Ибо когда, второй стих, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чреве и не избегнет. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все мы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Почему? Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа Иисуса Христа. А в церкви филадельфийской, помните, он говорит, как ты сохранил слово терпения мое, то я сохраню тебя от годины искушений, которые придет на всю зеленную испытать живущих. Друзья мои, и других текстов священного Писания очень много, которые показывают об особых отношениях Христа со своей церковью. В период, в котором мы говорили, семь лет, последняя седьмина, предназначенная для израильского народа, для очищения, для покаяния, для восстановления исполнится то, что Павел говорит, и остаток спасется, остаток израильского народа. Это 144 тысячи, которым будет особая данная забота, охранность. Друзья мои, поэтому я верю в эту драгоценную истину. Так хочется, чтобы в нашем сердце, друзья, была любовь к Господу, было желание прихода Его. И ожидание встречи с Ним. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok